Вот сейчас у меня в прошлом году диагностику такую сделали, что мне срочно нужно бежать на операцию. Срочно. У меня, знаете, вот такой вот... Думаю, нет, ни в коем случае я не пойду. Я не хочу, не могу, не хочу. На месяц отложили. Потом еще раз позвонили. Вам надо идти к онкологию. Я говорю, мне не надо идти. Прямо так он наш опишет. Как это так? Вообще. Я говорю, нет, мне не надо. Ну хотя бы придите, откажитесь тогда. Я говорю, хорошо. Пришла, отказалась. Они лечить, мы не можем лечить. Мы не будем лечить, только резать. Я говорю, а резать мне ни в коем случае нельзя. Я не буду. Не буду и все. И вот три месяца прошло. Я сама, конечно, не они, они не лечат. Пошла, сделала еще раз УЗИ. Мне сказали, ну, такое лечение нет. Ну, идти, надо бежать, бежать. Я говорю, нет, я не пойду. И подождала еще три месяца. Но постоянно лечусь этой подушкой. Ага, вы только одну подушку, да? Подушка, подушка, подушка. Еще я глины. Глина. Глина. Потому что лекарство... Ну, ты знаешь, что глину не больше, чем полтора часа. Знаешь. Да, я знаю. Полтора-два часа. Я два часа одержала обычно. Вот. И потом через три месяца еще пошла. Вот в конце апреля я ходила сейчас. Вот. Мне уже сказали, что бежать на операцию не надо. Но у вас там фиброзные жировые образования. Вот. А то, знаете, вот это что-то, вы представляете? Вот так. Вот сейчас пока еще постоянно кладу тоже. Постоянно нашу. Постоянно, до тех пор, пока не пройдет. Все правильно. Она будет постоянно трансформироваться. Сейчас вот доброкачественное жировое, а потом вообще сама вскроется и уйдет. Вот. Вот такая у меня это самая история. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень надеюсь, что все будет хорошо.